Историческая точность соблюдается во всем. Именно 7 июля, в день, когда 40 лет назад была перерезана красная ленточка первой экспозиции, музей собрал своих старых друзей на праздник дня рождения. В основном это те, кто был свидетелем переломных моментов в судьбе предприятия. Сегодня это ветераны, главного образа ветераны, те, которые стояли, большая часть из которых стали у истоков нашего музея. Если приглашают всех, то это, наверное, будет, может быть, сот, несколько сот человек. То есть мы просто реально не могли это сделать. Мы, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто когда-то помогал нам в чем-то, в наших поисках, в решении каких-то наших проблем, и пригласить в наш музей новые экспозиции. Музей живет, музей должен жить, музей должен развиваться, и он развивается благодаря таким помощникам. Друзья музея первыми оценили обновившуюся экспозицию. Вдохновленные романом Айзека Азимова, музейщики создали свой собственный колодец времени, отражающий через имена и номера плавок бесконечный путь нашего Титана. Занял свое место в витрине первый ключ от техкабинета, первые документы, исторические фото, на которых запечатлены основатели. Валентина Федоровна Русакова, Гавриил Дмитриевич Агарков и другие. В музее все настоящее. На время вышли в свет резиновые сапоги первого титанового директора, фотокамера и зонтика Гаркова, а дополняет экспозицию куртка с плеча доктора Тетюхина. Даже в праздник у музейных работников включены диктофоны. За чашкой кофе воспоминания ветеранов льются рекой и тщательно фиксируются. Почетный ветеран ВСМПО Адольф Трубин, кажется, уже передал в фонды музея все возможные фотоматериалы. А сегодня вспомнил еще об одном экспонате. На Якутии, на Урунское месторождение Титана. И оттуда у меня есть образцы руды. Вот я сейчас подумал, что до этого они... А сегодня подумал, что она лежит у меня, лежит, надо будет передать. Это было интересное очень путешествие. 800 километров по Лене, в Верховье Лены. Потом на самолете, по круизнике 300 верст, до поселка геологов Турбов. И вот там удивительное месторождение вообще. Еще один гость музейного юбилея, Анатолий Никифорович Страшков, сам был вершителем истории. В общей сложности проработал на ВСМПО полвека, занимал ключевые посты. А в роли директора по качеству добивался получения первых международных сертификатов качества, которые сегодня уже страницы истории ВСМПО. Всегда знакомство с фирмой, особенно важно это было для вопросов сертификации, потому что сертификация – это ключ к рынку. И всегда мы начинали знакомство с предприятием отсюда. Вспоминаю, вот здесь вот эта самая машина, Амслер. После того, как General Electric побывали в тех кабинете, я их спрашиваю, как вы, значит, оцениваете наше оборудование испытательное. Они говорят, хорошее оборудование, но для музея. После этого вот его в музей поставили. В фондах музея насчитывается до 10 тысяч экспонатов. За 40 лет его посетило порядка 160 тысяч человек – от школьников до генеральных директоров международных концернов. Летчики, космонавты, герои Советского Союза и России все оставляли свои записи в книге отзывов. Только за последнюю неделю здесь встречали гостей из генерального штаба армии, президента Федерации грибного спорта Российской Федерации, немецких аудиторов и многих других. Вот уже 33 года как музейное знамя у основателей подхватили супруги Елены и Аркадии Ежовы. Для них это не просто работа, это их жизнь. Я не могу выключить станок, уйти. Всё постоянно в голове. Если скажу больше, что мы с моей женой ещё и дома обсуждаем некоторые проблемы нашей деятельности, музейной деятельности, то это вот, наверное, будет ближе к истине. В день рождения музейно-выставочного центра желаем ему шагать в ногу со временем и сохранять свою уникальность.